Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу поблагодарить от всего сердца за все пожертвования, за всю вашу заботу, за то, что даже просто ты включил этот эфир, для нас это сила, поддержка, и мы знаем, что кто-то питается из этого источника, из этого канала, и вода будет течь во имя Иисуса. Амэн, семья. И хочу вас еще раз поприветствовать. Не знаю, я захвачен. Потому что на том прославлении я, наверное, прослушал текст песни. Но сейчас, когда я встал в конце, я хочу поделиться, я вне темы. Бог говорит, слушай, ты просто должен дышать. Когда ты будешь дышать, не будет засухи. Тема закончилась. Все здесь. Это пророчество. И это пророчество изливается из нашего портала здесь, из этой точки Вюсбурга, из района Хохельхов. Просто дыши. Отец говорит, просто открой рот, и я там буду делать то, что ты сам ничего не можешь делать. А мы что-то хотим выучить, какие-то фразы, молитвы, еще что-то. Просто дыши. Дыши, живи, и все. Но уникальная церковь. Я благодарен, Отец, за этот звук, за все, что ты делаешь. И я прошу тебя, высвободи еще сильнее. Я знаю, что я буду сейчас дышать, и будут изменяться судьбы людей. Ни один, ни два. И будет тысячи, которые стоят за каждым здесь сидящим. Амэн, семья. Амэн. И тема называется «Посланный в мир». Интересная тема. Это тема реформации. Это не учение, это не откровение. Сегодня революционно-реформационная тема, которая необходима каждому христианину. И я обращаюсь сейчас от имени Иисуса Христа в жизни каждого, кто обращается к Иисусу Христу каждый день. Кто обращается к имени Господа, Бога Живого, и говорит, о Бог, помоги. Сохрани, выдвини меня. И я обращаюсь сейчас к тебе, кто каждый день призывает имя Бога Живого. И я говорю, если ты живой христианин, эта тема к тебе пришло к тебе понять, осознать некоторые моменты и элементы, те, которые заложил в тебя сам Бог. Этот механизм я не слышал, но этот механизм, он уже распакован духовно на мире, и я сейчас готов дышать этим словом в каждую жизнь, в каждый дух. Итак, смотрите, Иоанна 17, с 14 по 18 стих. «Я принес им учение Твое, но мир возненавидел их, ибо они не принадлежат миру сему, как и я не принадлежу ему. Я не прошу, чтобы ты взял их из мира, прошу лишь, чтобы ты охранил их от зла. Они не от мира сего, как я сам. Освяти же их на служение себе через истину. Учение Твое есть истина. И 18 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Все слышали, наверное, это местописание уже не раз. И сейчас приготовьтесь, приготовься христианин. Я обращаюсь сейчас к христианам, а не те, которые сегодня строят деноминации. В настоящем христианине нет стен, нет деноминаций и нет других позиций, кроме как имя и ученик Иисуса Христа. «Когда мы спасаемся через имя Иисуса Христа, мы выпадаем из принадлежности этого мира, при этом покрываясь защитой и властью Иисуса Христа». Кто-то сейчас слышит, как только ты призываешь имя Иисуса Христа, ты автоматически выпадаешь из принадлежности этого мира. Этот мир больше не твой. Другими словами. «И человек, омытый кровью Иисуса Христа, входит в служение истины, и многие христиане этого не знают». Послушай, в служение истины невозможно войти не омытым. Да, кто-то слышал, мы слышали, нас учили. Все, кровь Иисуса Христа смыла весь грех, прошлый, настоящий и будущий. Но ты же грешишь. Кто здесь не грешит? Грешат все. Ты видишь этот грех, ты видишь неправильные ошибки. Но почему? Кровь Иисуса Христа дана тебе, чтобы ты вошел чистый в служение истины. Это духовный элемент в каждом христианине. Это духовный элемент неба. Священники, прежде чем в храм, они омывались. Как всегда. Ничего. Хорошая дама будет. Мы уже подготовились, есть батареечки. Заработаю сейчас. А мы. Раз, два. Аллилуйя. Ну все, поехали. Мне надо было снять пиджак. Ты готов? Я готов к этой теме. Когда священники входили в храм, они омывались, мыли, они заходили туда чистыми. Так и вот, чтобы ты зашел в служение истины, даже на это место, даже на твой стул, ты омыт кровью, чтобы войти в служение истины. Не для тебя, а для него. Послушайте еще одну мысль. Послушай сейчас. Ты спасен и омыт не для того, чтобы тебе легче было жить здесь на земле. Не для того, чтобы решить тебе свои проблемы. Ты омыт и искуплен для того, чтобы тебе увидеть, находясь вне этого мира, свою настоящую жизнь, в которой есть призвание и мечта Бога. Чтобы когда ты выпал из принадлежности этого мира, только так ты можешь увидеть мечту и то, что тебе сказал сделать сам Бог. Только в этой позиции ты можешь рассмотреть Бога, Иисуса и рассмотреть, куда тебе идти и что тебе сделать. В принадлежности, находясь в этом мире, в стороне этого мира, ты не увидишь то, что тебе показывает сам Бог. Ты будешь смотреть, ты будешь слышать, но ничего не услышишь и не увидишь. Ты будешь приходить на служение, на молитвы, но так и ничего и не услышишь то, что тебе говорит сам Бог. Выйди из принадлежности, дорогой мой брат и сестра. И тогда все четко и ясно встанет в твоей голове, в твоем сердце и в твоем духе и в твоем ДНК. И когда человек, смотри, получает спасение через имя Иисуса Христа, Иисус говорит, а теперь иди снова в мир. Тема называется «Посланный в мир». Ты прибегаешь к Иисусу Христу. Ты стоишь на колени в боли, в печали за детей, за свое здоровье, за ситуации. Ты прибегаешь к Иисусу Христу. Он тебе дает все и говорит, а теперь иди снова в мир. Церковь, я прошу вас, услышьте. Я благодарю вас вот здесь, кто сидит. Вы и есть источники, чтобы эта тема, она вышла вот туда. За просторы этих стен, этого города и даже этой страны. Иисус посылал всех учеников назад в мир. Он не оставил никого возле себя. Никто возле Него не сидел. Но было время, когда ученики сидели, учились, и потом Он всех послал в мир обратно. Так и тебя, когда ты приходишь к Иисусу Христу, ты хочешь быть с Ним, но вроде Его нет. Бог послал тебя уже через Иисуса Христа в этот мир снова, чтобы ты, что, дышал. Я благодарен Богу, что мы двигаемся в параллели со звуком, с прославлением и с темой. Марка 16, 15. Я сейчас прочитаю много мест Писания, и вы поймете. И сказал Он им, идите по всему миру и проповедуйте всем Богу весть. Ефесянам 6, 15. Пусть готовность ваша проповедовать благую весть о мире станет обувью на ваших ногах. Чтобы эта благовесть, как ты не можешь ходить без своих ботинок, кроссовок, сапог, так и благовествование, проповедование Иисуса Христа, она всегда была с тобой. Как обувь на твоих ногах. Услышьте, мы забыли, о нет Иисуса Христа, нет истины, посмотри, когда тебе будет плохо, просто на свои ботинки. И ты увидишь там Иисуса Христа. Иисус сказал, как обувь на ногах. Это все тебе напомнит. Тебе не нужно доставать все крестик, выцеловывать его иконку там, все остальное. Носи с собой брелок с кроссовками. Есть такие брелки, знаете, классно, в машине еще такие кроссовки висят, видели раньше, я не знаю. Это, наверное, пророческий буллемент. Лука 10, 3. Идите, я посылаю вас словно овец к волкам. Говорил Иисус. Лука 15, 21, 26 стих. И сейчас кто-то сейчас распакуется. Тогда книжники и фарисеи стали думать, кто это богокульствует, кто, кроме Бога, может прощать грехи. 22 стих. Но Иисус знал об их мыслях и сказал им в ответ, почему вы так думаете в сердцах ваших. Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или встань и иди. Вот сейчас кто-то услышит по-другому. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он парализованному, говорю тебе, встань, возьми свою постель и иди домой. Что сделал Иисус? Он послал. Парализованного принесли к Иисусу Христу. Он с ним встретился. И что сделал Иисус? Он не сказал, будь исцелен, будь спасен. Он его снова послал. Все, что тебе нужно в твоей жизни, это просто подойти к Иисусу Христу и поверь, ты там никогда не останешься. Ты идешь, и уже ты посланник Его. Ты уже Его посланник, но этого христиане так и не поняли. Они думают, что они пришли в церковь, и тут будут волшебство, знамения. Да, это все будет сопровождать, Иисус сказал, когда вы будете идти. Сопровождает тогда, когда кто-то идет или кто-то едет. Только тогда сопровождает, но не когда стоит на месте тот человек. Вот Иисус говорит, иди. Он не сказал про Лизому, во имя Иисуса Христа, пролезает, все встает, все движется, руки поднимаются, все, ты начинаешь, все, бедра работают, вот так и вот так. Я могу бедрами работать. Все нормально. То есть двойная милость Иисуса Он исцелил и послал снова в мир. Всего лишь тебе нужно прийти к Иисусу Христу. 25 стих. И в ту же минуту тот встал перед ним, взял свою постель, пошел домой, восхваляя Бога. Слышите? Он не слышал ни одного слова об исцелении. Он уже был послан Иисусом Христом. И когда он шел домой, он уже восхвалял Бога. Семья. Хорошая тема. Так, купите батарейки хорошие. Вечные. Микрофон, это оружие. Видите, дышу. Батарейки. 25 стих. Лука 10. И в ту же минуту тот встал перед ним, взял свою постель и пошел домой, восхваляя Бога. И изумление объяло всех. И они славили Бога. И преисполнившись благоговения, говорили, чудесные дела видели мы сегодня. Иисус посылал. Посланный в мир. Что это обозначает? Ты посланный в мир. Мы не в этом мире. Ну как же? Что же нам делать тогда? Мы же в этом мире остались. Ты не остался. Ты вышел из этого мира, а потом Иисус тебя снова послал. Слышали от христиан? Я слышал много таких мямли. Ой, ну что же нам делать? Мы же в этом мире живем. Ну что же не грешить? Этот же мир, он же тут связан. И Бог тебя не оставил. Если ты не подошел к Иисусу Христу, ты оставался, а просто знал об Иисусе. Когда ты пришел к Иисусу, по-настоящему встретился, столкнулся, ты был послан им. И сейчас вы дальше услышите, что хочет сказать Бог. Я хочу сказать то, что когда по-настоящему люди встречаются с Богом, то они не хотят возвращаться домой. Они не хотят возвращаться снова к своей работе, к близким, родным. Они даже не хотят никого видеть, кроме Иисуса Христа. Амин. И вы все это знаете. И если кто-то не пережил этот момент, переживи. Найди настоящую встречу с Богом. Когда ты встречаешься с Отцом, тебе больше ничего не хочется делать. Тебе не хочется делать. Ты чувствуешь, что эта работа, она просто стала проклятием в твоей жизни. Она отвлекает тебя от Оса, от общения с Ним. Семья, она больше тебя не радует, потому что у тебя забирается время просто даже закрыться в своей комнате и пообщаться с Ним. И многие-многие другие вещи. И кто знает, кто-то понимает эти моменты в жизни здесь, в этом мире. Но послушайте, ты послан Богом. Ты послан Иисусом Христом уже в этот мир. И твоя здесь функция дышать. Все, что мы имеем в нашей жизни, это стакан воды. Вот. И все, которое мы всю жизнь охраняем. Мы знаем, что мы человек. Мы знаем, что есть у нас жизнь. И мы знаем, что что-то внутри нас булькает. А булькает то, что мы что-то можем, типа, показать и можем что-то сделать. Какой-то талантник, значимость, значение. Какое-то призвание или дар. Вы понимаете? И мы охраняем вот этот стакан, чтобы он не перелился. Он потихонечку. И чтобы разнообразить эту жизнь, мы что делаем? Добавляем сюда сиропчик. Кто помнит газировку? Мы просто добавляем по вкусу сюда одну или вторую дозу газировочки сюда. И газировка, она с красителем, она просто разбавляет нашу жизнь. В этом стакане. Так и сейчас люди приходят в церковь, они боятся, что когда они заходят в церковь, извините, разолью, Бог начинает трусить. Бог просто начинает трусить, и ты боишься, что ты уронишь, что ты все от тебя забирается в твоей жизни. Но Бог хочет вытрусить твой сироп, чтобы была чистая прозрачная вода. Бог есть река жизни. Он не есть стакан жизни. Который нужно охранять. Бог хочет, чтобы все переливалось, изливалось, и чтобы сиропа в твоей жизни не было. Вот поэтому многие христиане приходят и хотят найти в церкви сироп с газировкой еще. Да не будет никогда, будет вода, она будет течь через тебя. И все, что в твоей жизни ты никогда не удержишь. Потому что когда Бог будет притрагиваться к тебе, а ты стакан, ты будешь проливаться до тех пор, пока ты не захочешь просто стать источником. Чтобы в стакане оторвалось дно, и вода просто текла через тебя, а не наполнялась и хорошими моментами. И ты еще хочешь, чтобы еще крышкой тебя Бог закатал, и ты был в святости и непорочности. Но все равно, или кто-то бутыль твой подойдет и разобьет, и ты пропустишь всю эту воду, и она вытечет из тебя. Если ты пришел к Иисусу Христу, и Иисус скажет, как набрал, так и иди назад, теперь в мир. Амин? Иисус, вы даже не понимаете, что такое Иисус, кто такой Иисус, и что Он значит в твоей жизни. Игра в церковь закончилась. Иисус живой семья. Если ты не переживал с Ним встречу, ты просто будешь смотреть на людей, которые окружают тебя в церкви, и не понимать, почему они такие ненормальные, почему им надо всегда что-то здесь сделать, даже в этом помещении. Я вчера смотрел на ребят. Я понимаю, что и много дел, забот, но они здесь все были, мужики. Им вчера был субботник. Вчера что-то там перебирали в подвале, снова вычищали, выметали. И вы знаете, я когда поехал, ребят, я поехал, у меня есть время, мне нужно было написать эту тему, потому что я видел их здесь. Я не понимал, что им не движет. А Иисус говорит, я послал их на эту уборку. И неважно, в каком элементе, кто где находится. Ты будешь смотреть, если ты не встретился с Богом, ты будешь смотреть на ненормальных людей, которые жертвуют последней копейкой своей жизни. Вдова, она дала самое последнее. И ты будешь говорить, ну, мне же не хватает на сироп. Ты понимаешь, ты свои финансы удержишь для своего сиропа. Чтобы когда, вы знаете, к одной дозе привыкают. И тебе нужно следующую дозу сиропа, чтобы еще твой напиток внутренний стал сваще. К двойной ты привык. Ты хочешь тройную. Вот поэтому у тебя нет ничего в твоей жизни. Ни времени, ни финансов, ни благословения. Ты двигаешься за сиропом, а не за живой водой. Ты смотришь на этих людей. Они что, ненормальные здесь каждый день? Да, ненормальные. Потому что я вышел из позиции. Я вышел из предназначения этого мира. И когда я смотрю со стороны, я вижу, что мне сказал сделать Бог. И если ты выйдешь в эту сторону, посмотришь со стороны Иисуса Христа, и у тебя не хватит времени ни работать, ни семьи, ничего. Помните, Бог сказал, лучше остаться тебе одному. Потому что, когда ты по-настоящему с Ним встретишься, ты ничего и никого не захочешь. Вы знаете, иногда хочется посмотреть телевизор, съездить в отпуск. Хочется же всем. Ну скажите, ребят, хочется? Хочется. Но хочется же все сделать то, что вокруг тебя вертится. И это лгуны. Они говорят, это те люди неправду, которые, о, мы ради Иисуса будем стоять здесь никогда. Хотеться будет всегда все. Будет хотеться. Потому что не тебе, а твоей плоти. Тебя будет куда-то влечь, двигаться. Но ты будешь мимо этого всего проходить. Знаешь почему? Потому что ты знаешь, что ты послан им. Ты послан в другую жизнь. Ты послан сегодня место воскресенья в это время и на этот стул, дорогой мой любимый брат и сестра. Ты Богом послан на этот стул. Ты Богом послан сейчас включить эту проповедь, чтобы ты дальше, дальше и дальше потек. Я прошу тебя, если ты там стакан, что-то накаплишь внутри тебя, разбейся сразу. Я говорю сейчас туда, в церковь, потому что там наши братья и сестры, которые также нуждаются в слове. Которые сегодня не имеют возможности физически посещать служение. Не имеют физически время. Не то, что время, а расстояние. Нет возможности куда-то прийти и просто сказать, мой Бог живой. Я знаю, что меня Бог послал сейчас в это время, поэтому мне не хочется сегодня спать, поэтому мне хочется в воскресенье встать намного раньше. Как бы мне, вы знаете, в 5 утра же плотяре неохота вставать. Но Бог говорит, я тебе послал в воскресенье в 5 утра, и ты должен каждые 5 утра вставать и молиться за этот город. И у меня нет выбора, потому что я знаю, если Он посылает, то я не могу обойти Его элементы жизни. Тот, кто реально встретился с Богом не по наслышке, не по начитке, он берет и жертвует всем тем, что имеет этот мир. Кто реально встретился с Богом, он берет и жертвует всем тем, что имеет этот мир. И сейчас очень мощное, но маленькое откровение. жертвовать мертвым для живого. Я прошу вас, услышьте. Мы жертвуем мертвым для живого. Мертвое твое время, потому что это время временное. Мертвые финансы, мертвое все. Все, что тебя здесь окружает, потому что тот, кто создал это, в котором мы живем, он уже мертвец и уже роль его в аду. Жертвовать мертвым для живого. Кто-то слышит? Не сохранить мертвое, а жертвовать и сеять. Берем и сеем. Что это означает? Вместо того, что тебя сейчас захватил бы дух этого мира перед телеком или в каких-то разговорах, ты берешь и уже автоматически убил его, убил этот источник, и ты сидишь здесь. Не переносишь дух этого мира, а переносишь истину. И ты сидишь здесь, чтобы кто-то услышал в камере, в прямом эфире, в аудиозаписи. Кто-то слышит или нет? Я ничего не вижу, ничего не происходит. Происходит. Ты уже взял мертвятину и посвятил в живое. Прямо сейчас, вот в этом элементе, здесь нет прямо сейчас тебя ангелов, здесь не льется елей, но он льется уже. Но послушай, ты уже взял и мертвое вложил в живое, даже своим временем. Даже своим присутствием ты вышел из своего дома, и ты лишил дух этого мира, дьявола, использовать тебя у себя же дома, в твоем элементе. И все говорят, я буду сидеть дома. Да, дома, знаешь, завтра на видеопроповеди выскочит порнография, и ты включишь, и я прошу тебя. Вот поэтому виртуальная церковь работает до определенного момента. И Иисус сказал, собирайтесь, где двое, где трое, там будет жизнь. Почему? Не просто так, чтобы собрались, а для того, чтобы мертвое принести в живое, взять и отключиться от того мертвого, и включиться даже в живое слово. И сейчас мы слышим только живое слово. Я благодарен Отца за то, что Он мне дал позицию здесь проповедовать Евангелие, полное Евангелие, для того, что у меня нет времени включаться на мертвятину, что я посвятил свою жизнь, Он послал меня в эту позицию, чтобы я готовился к темам, и я жил здесь, что-то делал для Него, чтобы я не смог больше понести бремя и дух этого мира, потому что все мы передатчики, источники и духа этого мира, и Бога. И все, что тебе нужно, чтобы что-то происходило, это взять и выйти из своих фрагментов жизни, элементов, и сказать, а вот этот день, это день для Бога. И в этот день я знаю, что я беру мертвое время, которое временное, и беру, превращаю его в вечность, семья. посланные в мир. Кто-то соглашается или нет? Ты уже сделал огромный шаг, потому что ты взял и поменял время. Время, временное на вечность. Слово вот это, оно всегда будет жить, пока здесь мы посланы в этом мире. И уже потом придет Иисус, Он заберет своих посланников вместе с собой. Если ты уже понял, что ты посланный в этот мир Иисусом, не бойся ничего, так как ответственность уже несет не тот, кого послали, а тот, кто послал. Возьми себе, пропиши эту истину. Ты уже не несешь ответственность в этом мире. Если ты встретился с Иисусом, Он тебя послал в этот мир, несет ответственность уже Иисус Христос. Не ты несешь за свое служение. Уже несешь за... Если ты шагаешь Его шагами, то Иисус... Вот поэтому Иисус и ходатайствовал перед Богом за тебя. Отец, сохрани их, потому что они остаются в этом мире. Иисус Ходатай, а не ты. О, Иисус, сохрани мое служение. Иисус, ты меня послал в это служение. Я прошу тебя, сохрани его для себя же. Вот поэтому я не боюсь, я не боюсь, знаете, что сказать какое-то неправильное слово или взять, просто здесь опозориться, потому что Он меня послал в эту позицию. И я точно знаю, что меня послал сам Иисус Христос. И когда мы выходим на эти позиции, мы должны знать, что мне мы себя послали, а Он нас послал. Многие христиане послали сами себя в церковь, а потом в мир, потому что они были посланы только своей болью или какой-то болячкой, болячкой или проблемой. Нет! И вот я пережил исчерение, и теперь я буду. Слушай, послушай меня, ты посланник Бога, ты посланник неба. Сделай то, что тебе скажет Бог. Это не означает, что ты можешь петь, и тебе нужно петь. Мы уже знаем, у нас есть свидетельства, это не означает, что ты можешь играть, и ты можешь играть. Играть будет тот, кто никогда не играл и никогда не пел. Потому что это для него не составляющий кумир его жизни. А он человек услышал, что он может петь, и он готов петь на сценах любых христианств или этого мира и танцевать. Человек — это такое существо, где есть все. Любой талант есть в любом человеке. И когда он видит, когда он поклоняется своему таланту и значимости, тогда происходит обнуление его таланта, тогда его талант больше не дышит. Дышит совсем другое сам Иисус. Сам Иисус будет дышать, когда он будет посылать на все позиции. Сам он. Ты сидишь на стуле и гордись, потому что кого-то послал сам Иисус на этот стул. И в это служение. Потому что многие, наверное, есть тут люди, наверное, не хотели идти. Но волю Иисуса не обойдешь. Послание, если Иисус посылает, это не как человек посылает, там на три буквы. Если Иисус послал, ты хорошую скорость набираешь, ты пролетаешь все свои мечты и желания. И такой, во, все прохожу, все пролетает, этот мир такой классный, все в отпуске, там в Турции, а я здесь по стулу недельно, все обжираются, а я обощусь. Мир меня проходит. Да это не мир тебя проходит, это ты пролетаешь со скоростью света все моменты этого мира, потому что этот мир стоит на месте, а ты река жизни и ты течешь, а все, что здесь ты видишь, оно уже остановлено, оно уже не работает и не имеет никакого значения. Ты пролетаешь, а не мимо тебя пролетают, дорогой мой брат и сестра. Христианин настоящий будет лететь, будет послан Иисусом Христом, но у него появится скорость в одном месте. и поверь мне, и чем дальше ты, чем дольше ты летишь, тем скорость твоя еще быстрее. И чем дальше ты, когда ты встретился с Иисусом и был послан от Него на расстоянии, послан уже, ты отошел уже от Иисуса в Его ведение, тем будет больше от тебя отлетать всякой грязи. И ты будешь смотреть, о Боже, все мимо меня пролетает, зачем мне эта церковь? А уже никак, ты уже послан. Послушайте, Иисус послал тебя снова в мир, это не важно на сколько часов или лет. Например, помните человека, который был расплод на кресте? Он также был послан Иисусом Христом там, на кресте. Он уже с креста тогда, помните, говорил, что Он невиновен за Иисуса Христа тем, кто смотрел на эти кресты. Он уже этого человека послал. Иисусу не важно, для Него не важно время, насколько ты послан здесь, в этом мире. Не важно. Или, знаете, как говорят, когда человек перед смертью принимает Иисуса, головня из огня. Нет. Иисусу не важно. Он послал Его на это время, на этот отрезок. И за этот отрезок Иисус как походотайствовал перед Богом. Я приведу пример. Мой отец, мой отец, земной отец, который видел во мне изменения, который услышал, что я уже не матерюсь, не пью ничего. Он услышал от меня имя Иисуса Христа. Но он не соглашался. Он звонил в трубку и еще больше начинал со мной разговаривать матом. И еще больше начинал меня меня еще больше, больше, знаете, подкалывать, не подкалывать, ну, словами совсем, провоцировать меня. Что когда-то я ему сказал, значит, папа, если ты мне еще раз позвонишь, я больше не возьму трубку, если ты не закончишь свой мат даже в телефоне. Вы знаете, это все прекратилось. И я увидел это время, когда Иисус его послал, когда он пришел к нему, и он послал снова мир, когда он не шевелился уже, когда он позвал мою маму и сказал, прости меня за все. Он принял Иисуса Христа, и в этот момент он был послан. Понимаете? Есть люди, которые сказали двое слово перед смертью, но они разворачивают судьбы людей. А есть христиане, которые болтают, христиане в кавычках всю жизнь, но ничего не разворачивают в своей жизни. Они только ходят за красителем церковь. Они хотят украсить свой звук, они хотят украсить свой талант, они хотят украсить свое имя, они хотят украсить свою жизнь, но дудочки не получатся. Иисус посылает по-разному людей, которые больны раком и которые также умирают от этого рака. Вы понимаете? Но Иисус их послал. Они приходят к Иисусу со своей болезнью и говорят, Иисус исцели. Он, вы слышали, больному парализованному не сказал, он говорит, иди снова мир и благовествуй мое имя. Люди не понимают, люди приходят за исцелением и не отходят от креста, пока его не поучат. Иисус говорит, иди благовествуй мое имя. иди, 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 я тебе говорю. Даже если ты умираешь от рака, даже если ты видишь, что-то умирает от сильных болезней, они уже пошли, они уже посланы в мир самим Иисусом Христом. И это огромная цель Иисуса Христа. Это огромная милость его быть послан в этот мир, потому что в то время, даже когда уже человек болеет, но он принял Иисуса Христа, он уже является под защитой Иисуса Христа. И Иисус ходатайствует за его жизнь, даже за физическое его здоровье. Иисус ходатайствовал за своих учеников, когда их избивали палками, побивали камнями, но они вставали. Они вставали, они были мертвы, реально были мертвы, но Иисус за них ходатайствовал. За них никто не накладывал руки и не молился. Они сами, как терминаторы, разгребали камни и проходили дальше. Кто был? Кто за них молился? Иисус Христос. Он их позвал. Он знал, что там будет горячо. Он знал, что там будет жарко. Он ходатайствовал за них. Вот поэтому я хочу, чтобы дух страха в христианах он просто закончился. Хватит прятаться, хватит стыдиться имя Иисуса Христа. не понимаешь, кто ты. Ты посланный в мир. и когда тебе сказали ты не от мира сего радуйся и прыгай и торжествуй, что этот мир уже тебя не принял. Это самый огромный классный признак, когда тебя мир не принимает. Когда от тебя отворачиваются родственники, это следующий шаг твоей жизни. Ты видишь, что что-то поменялось. Ты выключился из призвания, из помазания этого мира. в кавычках помазания. Посланный мир, они должны знать, кем они посланы. Посланы не проблемой в церковь, а самим Иисусом Христом. Вопрос, а зачем ты пытаешься ходить по воде? Знаете, многие что-то там пытаются, начитались в Библии, пытаются ходить по воде, что-то делать, шаба-шаба-шаба-ляба, а ляба не происходит ничего. Вы понимаете? Зачем ты это делаешь? Но Иисус так делал. А Иисус посылал тебя на это делание? Ты чувствуешь это внутри тебя, это ведение, что ты будешь это делать, ходить по воде. Но Иисус так делал. Послушай, если ты знаешь, что тебя послал Иисус в эту позицию, если ты знаешь, что ты послан в мир, Иисусом Христом, скажи, Иисус меня послал и не твое дело. И если у тебя есть проблемы, иди спроси у Него. Сказал ходить по воде и буду ходить по воде, да ты же утонешь, но Он мой ходатай и Он знает, что со мной будет, и если я утону, Иисус уже ходатай стоит передо мной. И когда к тебе дьявол подходит и шепчет тебе, говорит, слушай, вернись, вернись, а тебя разбежали, тебя никто не понимает. Ты вообще, ты кем ты встал, в какую ты позицию вошел, у тебя хороший голос, у тебя хороший талант, хорошая память, иди работай, займись, займись делами в этом мире. Ты просто им скажи, скажи, дьявол, пошел вон от меня, просто пошел вон от меня, меня послал в эту позицию Иисус, и уже не я себя послал в это место, и если я выхожу в это место, я знаю, Иисус, ты меня послал, значит, у тебя есть послание. Вот и все. Мне не нужно будет читать книгу, я когда сказал Иисусу Христу, Иисус, если ты меня послал, поставь в эту позицию, вот и говори, я не хочу переносить книги написанные, я не хочу, я хочу переносить только твое Евангелие, а не людей, я не хочу пересказывать чьи-то откровения, я хочу, если ты меня послал, значит, у тебя есть послание, которое живет внутри меня, и которое кто-то будет слышать, для кого ты приготовил, вот и все. еще в этой позиции я хочу сказать, запомни, посланные Иисусом в этот мир лишены функции судить здесь на земле, и меня Бог реально обличил в некоторых моментах, ого, да, пастор признался, да, потому что каждый из нас судит, каждый из нас судит, провозглашая это звуком или нет, в голове ты тоже судишь, и давайте просто скажем, отец, прости, посланные в мир, они лишены функции суда, знаешь, почему? Потому что то, что ты делаешь здесь на земле, это не ты уже делаешь, а делает он, он тебя послал, а тот, кто посылает, тот имеет право судить, тот, тот дает задание, тот имеет право его проверить, ты никому не давал задание служить здесь, на моем месте, мне никто не давал это задание, ты мне не давал, я обращаюсь сейчас туда, ты меня не посылал в это место, меня послал сам Иисус Христос, и он меня будет судить за то, что я говорю здесь, Иисус Христос тебя послал в те позиции, в которые ты сейчас находишься, и он будет тебя судить, насколько ты выполнил шаг или нет, но ни один человек он не может тебя осудить, это серьезная тема, потому что эта тема она висит в воздухе, суд, мы каждый день судим по тысячу раз друг друга, мы каждый день обличаем, мы судим, мы что-то говорим, но Бог говорит, посланный в мир не имеет функцию суда точка. Я тебе говорю все от Бога, если не от тебя, то там все развалится, а то церковь не от Бога, а то служение от Бога, мы уже не знаем где от Бога или нет, давайте закончим эти разговоры дорогая семья, это религиозник, слушай, откуда ты знаешь, что он религиозник, даже если он сидит в религиозной церкви, он может Богом просто сидеть и разрушать тихонечко, он дышит, раз и церкви нет, потом смотришь, снова там человек наш сидит и просто дышит, там даже посапывая, раз и церкви нет, его всегда останется, дыши, мне надо молиться с микрофоном и я хочу петь и играть, только так я могу Бога в состоявшемся делах двигаться, Бог говорит дыши, дыши ровно, как как ты правильно дышишь, так у тебя весь организм, правильно? Или ты животом дышишь, у тебя живота нет, или ты всеми ушами не надо ходить в спортзал, дыши нормально, дыши ровно, спокойно, аккуратно, потому что зная, твой дых может уничтожить рядом с тобой всех, если тебе будет говорить ну что ты, все кто пошел, скажи будь аккуратнее, я сейчас буду дышать, раз дыхни, упадет, будь аккуратнее, так что много не дышите, через раз, микрофон не работает, я понял, и когда подходит тебе дьявол с мыслями, я еще хочу раз повторить это, и говорит, ну что христианин, посмотри на себя, и как ты теперь выглядишь в глазах перед близкими или родными, как на тебя в церкви посмотрят, а не как, просто скажи, пошел вон, меня послал в этот мир сам Иисус Христос, если у тебя проблемы, иди к нему и узнай мою миссию здесь на земле, и даже если я сделал ошибку, я сделал ошибку в нем, в его послании, Иисус Христос меня защитит, и даже если ты сделал ошибку в его послании, в той жизни, там где ты находишься, Иисус Христос тебя защитит, потому что Он тебя послал, и Он знал, где ты можешь провалиться, и Он знал, где ты можешь ошибиться, и Он знал, где ты можешь просто упасть, Он знал все, и просто пойди и скажи отцу, прости меня отец, Он знал, что где-то ты захочешь пойти без Его воли и пойти с Духом этого мира, понимаете, Он знал, я сейчас не говорю, чтобы ты использовал, а, Он все знает, и я пошел, нет, есть моменты, когда правда, ну вот так, и все, Он знал, просто скажи отец, прости меня, и знаете, и многие слышат сейчас это, потому что многие, почти все христианство находится в этом, и когда ты сделаешь нелегальный шаг без Его воли, но в Его послании, послушайте, вне предназначения этого мира, и когда ты увидишь этот нелегальный шаг не по воле Его, ты идешь к Богу назад и говоришь, Бог, прости меня, и после этого тебе нелегального шага, тебе хочется сделать еще четыре, но легальных уже с ним, кто-то слышит, о чем это говорит, и ты говоришь, я вот там упал, но после этого падения я сделаю четыре шага Иисуса Христа, после этого падения я возьму пост, я возьму молитву, я возьму все, что у меня есть внутри, все мое послание, и сделаю больше того, что я делал раньше, пусть после твоих падений возникает только желание пойти дальше, вместо одного шага ты будешь делать три, четыре и пять, но уже послание Иисуса Христа, вернись назад, но люди, которые не встретились с Иисусом, которые не вошли в Него, которые не вышли из предназначения этого мира, которые не посланы Иисусом Христом, они не могут назад возвратиться к Иисусу Христу, чтобы сделать снова еще несколько шагов, но уже легальных, вот поэтому с каждым днем грехах захватывают, захватывают и захватывают, и все, конец, но те, кто посланы в мир, те, кто считает себя христианином, он возвращается и смотрит, там стоит Иисус и говорит, Иисус говорит, прощены тебе все грехи, иди, возьми свою постель, возьми свою боль, возьми свою проблему, возьми свою ошибку, и иди вперед, иди, благовестуй Евангелие, иди, и сражайся дальше, потому не оглядывайся назад, я стою сзади тебя, и я тебя послал, и я буду защищать и ходатайствовать перед всеми, и когда столкнется с тобой, станет дьявол на пути бесы, сам Иисус разгонит их, чтобы ты шел дальше и дальше и дальше, без какого-либо поста или каких-то чудо-молитв кто-то слышит меня, и когда Он посылает тебе призвание, послание свое, там будет все расчищаться, но как только ты пойдешь своими шагами, ты столкнешься с садом и с кошмаром своей жизни, вот поэтому многие говорят, я хожу в церковь, но ничего не происходит, происходит посланный мир, посланный мир, в них всегда что-то будет происходить, стакан будет разваливаться и наполняться чистой, он будет очищаться, невозможно в одном за одно служение измениться, невозможно за один приход церковь измениться, это идет его время, и Он знает, на какое время Он тебя послал, знаете, многие ученики знали, насколько они здесь посланы, они знали, даже какой они смертью умрут, Бог им, Иисус им открыл призвание, и Он открыл им элемент их времени, но церковь на сегодня настолько слепа и глуха, что мы не знаем в каком времени и на сколько нам осталось здесь быть посланным в этом мире, и мы слышим какие-то пророчества, уже пророчества, какие-то календари, Иисус идет, завтра все, все, Армагеддон, послушай меня, узнай у Иисуса Христа, в каком времени ты живешь и какие шаги тебе нужно сделать, и ты сам поймешь, когда твои шаги закончатся с Ним, просто и спокойно. Якова 4,12 Я хочу вернуться к суду. Если есть лишь один законодатель и судья, тот, кто может спасти или погубить, так кто же ты, что судишь ближнего своего? Послушайте, христиане, я обращался, я говорил в начале, я обращаюсь от имени Иисуса Христа с этой темой, Он меня попросил так сказать. Я обращаюсь от имени Иисуса Христа в этой теме, в этом послании, послании к вам. Ваш дух, ты посланник в этом мире, но тебе открыта истина не для суда, а чтобы крест Христов не утратил силы своей. Чтобы крест Христов не утратил силы своей в этом мире. Тебе церковь нужна не для твоих проблем, решения, чтобы крест не утратил силы. Больше ничего нет. Ничего. Чтобы крест имел силу. И с чем больше посвящения, чем больше сильных христиан, посвященных, бескомпромиссных, ходящих в его послании, тем крест он будет все больше и больше гореть. И тем больше, чем он будет гореть, он будет заметен с каждой стороны, с каждого района, с каждого дома из каждой страны. Вы понимаете? Но крест не имеет силы, потому что его заплевали, этот крест, своим же судом. Хочу крестьяне, они теперь имеют право выпускать передачи, где друг друга смеют и обсуждают, и говорят о каких-то сплетнях, говорят о каких-то служениях. Слушай, меня послал Иисус Христос здесь в эту позицию. Тебя послал Иисус Христос в твою позицию. И никто не имеет права говорить в твою жизнь, кроме Иисуса Христа. А если Иисус захочет сказать, Он скажет тебе через послание, и ты узнаешь это послание, а послание это есть истина. И когда вы знаете, только я прошу вас не путайте истину с судом и обсуждением, смотрите, в истине уже заложена функция суда. Тебе не нужно судить человека, тебе просто и узнаете истина. Истина освободит вас, здесь у нас написано. То есть в истине заложены все функции и все элементы. Кто-то слышит? И ты меня осудил с этого места, ты сказал, ты сказал обо мне все, ты судишь. Нет, я не сужу, просто ты услышал истину. И в этой истине уже есть элемент суда, дорогой мой брат и сестра. Кто-то слышит? Это не есть обсуждение, я не стою здесь и говорю, о, а как вот тот и этот. И мы тут все вместе собрались, мы их тут спариваем, меряем ростом, меряем с количеством людей, или там, ну, вы понимаете, о чем идет речь? Или у кого какой зал? Больше, меньше? Нет, мы высвобождаем истину, мы несем благую весть, а в истине самой уже есть сам суд. Реальный суд. И когда ты слышишь, ты слышишь, что с тебя кто-то судит. Вот когда захочет тебя Бог остановить, повернуть и поправить, он будет высвобождать истину в твой адрес. И в этой истине будут все элементы любовь, радость, свобода, суд, все, все, все для тебя. И когда ты Библию открываешь, ты говоришь, опа, это ко мне, о, о, а Бог меня тут обличил. Да, потому что в этом обличении есть суд его. И когда мы высвобождаем истину, когда мы высвобождаем его слова, все будет происходить. Разные вещи в твоей жизни, разные. Кто-то не захочет слушать, кто-то скажет, что это ересь, это не ко мне, это к тому, это к этому. Это все к тебе, дорогой мой. Когда ты все слышишь, это все к тебе. К тебе, к тебе, к тебе, к тебе и ко мне тоже. В первую очередь. Когда я готовлюсь, я принимаю к себе. Я давно размышлял о суде, потому что заезжаем в суд и не раз. Давайте будем открытыми. Заезжаем и судим. А Бог говорит, стоп, я тебя послал в этот мир, ты лишен функции суда. Ты имеешь только одну функцию благовествовать Евангелие, в которой есть все. И если ты будешь мулить, если ты будешь что-то приставки делать, поверь мне, ты не будешь это делать легально. Если ты будешь высвобождать четко мою истину, мое послание, тогда все будет меняться. Тогда люди будут слышать свои недостатки, ошибки, и тогда люди будут идти дальше. Все просто. 1 Коринфянам 1,17 Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать благовестие без премудрости в речах. Без премудрости в речах. Не нужен тебе библейский институт, если ты еще в нем выходи. Потому что там будет мудрость в речах, и тогда ничего не будет. Тогда там не будет Иисуса, его послания. Вы понимаете? Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать благовестие без премудрости в речах, чтобы крест Христов не утратил силы своей. Говорил Павел в Коринфянам. Чтобы крест не утратил своей силы. Вот поэтому мы здесь. Вот поэтому мы посланы в этот мир, чтобы крест имел силу в каждом из нас. Потому что ты распят на кресте, и ты уже крест. И чем больше крестов вместе и единстве, тем крест еще больше и сильнее, и мощнее, и никто не может подойти. И даже дьявол подойдет и захочет что-то дунуть, он не сдунет. Потому что там будет огромная мощь и сила. Ходотайство Иисуса Христа сверху. 1 Коринфянам 1.18.31 Ибо учение о кресте глупость для тех, кто потерян, для тех же, кто спасен, это сила Божья. Ибо сказано в Писании «Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет разум разумных». Послушайте это сейчас дух. Здесь уже не нужна проповедь, здесь просто сейчас будет истина. Где мудрец, где ученый, где мыслитель этого времени? Разве не сделал Господь мирскую мудрость глупостью? И так как по мудрости Божий мир не узнал Бога через свою собственную мудрость, то Бог избрал спаси тех, кто верует с помощью глупости того учения, которое мы проповедуем. Тебе скажут «О, ересь!» Да, эта ересь называется истина. Вы слышите? Мудрость, она не может тебя изменять, она только может тебя унижать, потому что через мудростью духа этого мира ты будешь просто никем и растопчен. Но через глупость Иисуса Христа ты будешь поднят. Поднят. Ты будешь иметь силу, ты будешь иметь мудрость неба, ты будешь иметь просто дерзновение и идти дальше. 22 стих. Иудеи требуют чудесных знамений, а язычники ищут мудрости. Мы же проповедуем, что Христос был распят, а это учение оскорбительно для иудеев, язычники же считают его глупостью. Для тех же, кто призван, как иудеев, так и язычников, учение в том, что Христос это сила Божья и мудрость Божья, ибо глупость в кавычках глупость Божья превосходит мудрость человеческую, а слабость в скобках, в кавычках, Божья сильнее силы человеческой. Вспомните же о том, когда вы были призваны Богом, братья. Немногие из вас были мудрыми по человеческим канонам, немногие из вас были сильными, немногие из вас были знатного рода. И кто ты теперь? Ты теперь стоишь, ты теперь в огне, ты теперь в славе. Кто-то слышит сейчас или нет? Рыбаки, они небо, они были рыбаками, но потом они стали апостолами, потом о них узнал весь мир и до сегодняшнего времени их слово, их шаги, они живые и они являются огромным примером для каждого ученика Иисуса Христа. И избрал Бог униженных и презренных, не стоящих, чтобы обратить в прах стоящих, дабы никто не возгордился в присутствии Бога, но Он источник жизни вашей во Христе Иисусе, кто стал по воле Бога нашей мудростью, нашей праведностью, нашей святостью, нашим искуплением, так что, как сказано в Писании, кто похваляется, должен похваляться только в Господе. Вас дайте Богу славу. Это мощное послание. Пусть это послание будет проникать, оно, комментарий не нуждается. Ни в чем не нуждается комментария. В послании Бога заложено все. Я еще раз буду повторять и повторять. Ты послан им. И тот момент, который ты совершаешь, даже если ты ошибся, развернись к Иисусу и скажи в любую сторону развернись, потому что Он везде, и скажи, Иисус, оп, прости, я пойду дальше. Иисус, ты меня послал, ты знаешь каждый мой шаг. Я прошу тебя, если ты знаешь мой шаг, открой мне мои шаги в моей жизни. Покажи, куда мне шагать. Покажи, что мне сделать. Да, но будут даже в этом, в этом знании шагов твоих, ты все равно будешь совершать ошибки, но Он будет ходатайствовать именно за тебя. Он просил, Он сказал, Бог, дай им свою защиту в этом мире. Их этот мир уже не признает, они мои, как ты меня послал, так и я их послал в этот мир. Вот поэтому ты пролетаешь многие фрагменты, ты пролетаешь свое счастье, как бы в кавычках, ты пролетаешь эту жизнь, и ты говоришь, ну что это за жизнь в этом христианстве? Ты послан Богом и все. Если ты не поймешь эту функцию, у тебя никогда не включится жертвенное сердце, у тебя никогда не будет времени для церкви, у тебя никогда не будет времени для его служений, у тебя никогда не будет времени даже для тех, кто нуждается в твоем послании. Если ты там у себя дома закрылся, если ты закрыл засол в своем доме по суше, послание, оно будет течь. Если ты послан самим Иисусом Христом, ты будешь вынужден открыть все равно. Все равно, когда ты проснешься и скажешь, я больше не могу удерживать двери своего дома закрытыми. Я больше не могу больше находиться в этом обществе, потому что там, и я не источник, там я просто стакан, где чокаются, и где просто стаканами, знаете, чокаются, и все. Я источник, я живая вода, и я хочу течь там, где течет живое. Я не хочу находиться возле стаканов, которые просто стаканы и показывают, у кого какой сироп лучше, у кого яблочный, у кого персиковый, у кого там виноградный. Я хочу быть чистым, без каких-то примесей этого мира. Я хочу, чтобы на меня смотрели и видели во мне Иисуса Христа, и видели во мне посланника, и видели во мне, что я не принадлежу больше этому миру. Что вместо того, чтобы мне пойти побыть с семьей, поиграть с детьми на площадке, я буду здесь пылесосить, с этим пылесосом ходить, чтобы ты пришел и не приткнулся перед этой крошкой. До тех пор, пока ты не поймешь, что ты посланник Божий, что ты посланный уже в этом мире, и что это не твоя жизнь, это жизнь Иисуса Христа. И рано или поздно Он тебе это скажет. Но если ты сейчас слышишь, Он тебе уже говорит. «А я буду делать все то, что хорошо Богу». А что хорошо Богу, скажите? Что хорошо Богу? Кто знает, что хорошо Богу, а что плохо Богу? Может быть, ему хорошо, чтобы ты ходил с болезнью, но ты был в огне Духа Святого, или ты был здоров и был там, в бане с мужиками, или в магазине женской одежды, вместо воскресения церкви, понимаете? Что хорошо Богу? Ну, я же плохого ничего не делал, ничего. Ни плохого, ни хорошего. Что хорошо Богу, мы не знаем. Мы должны знать, что мы посланы в мир, и тут уже то, что нам не хочется делать, нужно сделать в первую очередь. Вот это называется выполнение послания. Вот все, что тебе не хочется делать, вот это тебе сделай. Если ты не хочешь сюда приезжать, хочешь идти в другую церковь, лучше приедет сюда, сядь. Потому что вот здесь тебе не хочется, вот здесь ты и сядь, сиди. Если тебе не хочется рано утром вставать, вставай. Значит, это послание Иисуса Христа. Церкви нужно научиться пользоваться спасением и властью Иисуса Христа здесь, в этом мире, и понять, что каждый, кто призвал имя Иисуса Христа, он посланник в этом мире, но вне предназначения этого мира, для исполнения уже воли его, а не плоти. И последнее слово, 1 Коринфянам 14, 33. Ибо Бог приносит не беспорядок, а приносит мир. И в твоем беспорядке нужно сегодня разобраться. Вот для этого тебе нужно служение, домашняя группа, молитвенное, все, 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 чтобы твой беспорядок стал миром. Бог никогда не будет вводить в жизнь беспорядок. Он просто тебя будет раскачать, вылит все, грязь, уберет всю заразу и скажет, а теперь иди. А теперь иди. Он не скажет, он не будет там ходитайствовать за твое исцеление, он просто тебя пошлет, чтобы ты шел дальше, дальше в этом мире, пока не закончится его миссия в тебе, здесь, на земле. Вот сдайте Богу свал. Я еще раз хочу сказать, я обращался от имени Иисуса Христа. Я обращался и говорю, христиане, это не поход в церкви, христиане, это не чтение Библии, это не только проповеди слушания, это есть исполнение Его, воли Его, послание. В каждом из нас оно есть. Оно есть, есть и есть. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Ребята, можно вас всех? Пусть это послание, которое, которое, так выходите все из церкви. Это послание, которое внутри нас, которое вытекло из этого источника, из каждого из вас, пусть оно потечет туда дальше. Пусть каждый, кто знает имя Иисуса Христа, кто обращается к этому имени ежедневно, пусть это имя, оно будет течь, течь в жизни каждого. Дорогой Отец, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за слово, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас там на кресте, и после чего Ты дал нам то, что у нас не было в нашей жизни и в этом мире, Твоего послания для этого мира. Спасибо Тебе, любимый, за эту честь, за эту славу, что каждый из нас, кто принял Иисуса Христа, свой разум, сердце. Он несет Тебя здесь, на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты ходатайствовал за каждого из нас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты убрал все страхи, что Ты разрушаешь эти цепи рабства перед этим миром, что Ты разрешаешь эти взгляды, этой толпы и уже разговоры. Спасибо Тебе, Иисус, что в Твоем призвании, когда мы входим в Тебя, Иисус, мы становимся личностью, что нам не нужна мудрость, красноречие, нам просто нужен Ты. Спасибо Тебе, Иисус, что мы можем просто идти в этом мире и дышать, 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 дышать истинно, Иисус! Вся слава Тебе, Иисус! Захвати тех, кто не нашел ответ в Тебе, Бог. Объясни, разъясни, что даже если они находятся в поле, в зависимости, они несут Твое послание! Они несут Твою волю! Они несут Тебя, Иисус! О-о-о-о, Иисус! Мы открываем сейчас эту истину послания. Пусть она течет, пусть она изливается, изливается, и изливается в духе, в портале. Иисус, пусть откроется Твое призвание, открой свою функцию, открой свою защиту. по имя Иисуса. Пусть сейчас эта защита послания войдет в каждую жизнь. Она войдет в те, кто начал служить, в те, кто зашел, зашел на эту ступень с Иисусом Христом. Иисус говорит, я посылаю Тебя в этот мир. Иди, 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 исцеляй больных, освобождай зависимости, от зависимости. Иди, и неси Мое полное Евангелие. Иди, не забудь рассказать о той встрече со Мной, что произошло с Тобой, когда Ты столкнулся с истиной, когда Ты понял, что Ты больше не принадлежишь этому миру, когда Ты вышел из функции этого мира. Иди, и не останавливайся, иди домой. И когда Ты придешь домой, Ты увидишь Твой дом исцеленным. Иди домой, иди, возвращайся. Я посылаю Тебя назад, говорит Иисус, в Твой дом, в Твой район, в Твою страну. Вся сила, посланные Иисусом встают. Сила поднимается. Послание, послание набирает силу и огонь. Сила, сила в имени Иисуса Христа. Сила в нем, в нем, в нем, в нем. Загорайся, входи в истину. Если Ты не встретился с Иисусом, попроси этой встречи. Ого! Иисус живой! Иисус! 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 От этого мира, от этого мира ничего Ты не дождешься. Призови имя Иисуса. Именем Иисуса Христа я провозглашаю исцеление атмосферы Твоего дома. Именем Иисуса Христа я провозглашаю я провозглашаю исцеление пораженных клеток Твоего физического тела имени Иисуса Христа. Я говорю, иди, 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 и будут сопровождать Тебя знамения, сила, чудеса Тогда, тогда, когда ты будешь жить в Его воле, в Его атмосфере, Его, Его путь. Он будет на небе. Как на небе, так и на земле Вставай, иди, вставай Вставай, иди, вставай Бери постель, иди, иди Пусть этот звук выталкивает тебя Выталкивает, поднимает Внутри тебя, поднимает послание Посланные в мир встают и идут Дальше, дальше, дальше мы идем Дальше мы идем И когда мы будем видеть Возванных в мир мы будем присоединяться к нему Сила, 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 сила В имени Иисуса Христа Мощь, удар По зависимостям, по болезням По лжи, по лжи учениям Легче, еще удар Терковь, вставай Вставай Держи силу Христа Сила Христа Теперь сила Христа В Тебе Ты позван Держать Крест Силе Ты позван Удержать Эту силу Эту огонь Мы верим Что Отец Он оберет весь этот беспорядок И что в каждой семье Будет Его мир Будет Божий мир в Твоем сердце Больше не будет переживаний Больше не будет ничего Будет Его слава Его победа Аллилуйя Знайте Богу славу Ей 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 Еще одно послание В атмосферу И еще одно послание Церковь Иисуса Христа И этот маленький город Юрсбург И мы прославляем здесь Нашего Бога Наш Бог живой Живой! 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 Просла! Ведь здесь, с этого района Будет жизнь! Потекут реки Живой воды Разбиваются стаканы Река будет течь Богу нужно двое, которые согласились идти дальше Дальше! Которые согласились стать посланием Иисуса Христа Ого! Бог сегодня! Я люблю тебя, папа! Семья — это чудесное время, где дух этого мира не смог использовать нас ни в чем Небо открыто! И небольшая группа людей Которые знают, что они посланные им Заменяют мега-церкви Заменяют тысячные стадионы К тех, кто твердо решил Идти до конца Амэн, Семья! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ